так все запись пошла добрый день уважаемые гости меня зовут екатерина аксенова я партнер компании global интеллект сервис и на данном слайде вы можете посмотреть всю информацию обо мне почему компания мне доверила провести этот вебинар потому что у меня большой опыт во внедрении и тема у меня сегодня обратная связь с клиентами вижу слышу говорю это очень это знаете как обезьянки когда мне очень хочется чтобы наши предприниматели не были вот этой обезьянкой которая ничего не видит ничего не слышит и ничего не говорит потому что ничего не слышит и не видит поэтому сегодня моя задача с вами поделиться тем как это реализовано в юдс это это обратная связь с клиентом что я вам хочу порекомендовать моя презентация достаточно короткая очень лаконичная и если нужно вам нужна будет информация скриньте экран фиксируйте себе какие-то моменты я думаю что особо нового я вам ничего не скажу но моя задача не новая вам что-то рассказать а напомнить может быть или посмотреть с другого ракурса на то что вы уже знаете вот поэтому мы с вами начинаем поехали вот мое любимое выражение его кстати тоже используют все наш компании дайте возможность вашим клиентам рассказать как их нужно обслуживать то есть многие предприниматели даже не задумываются что это очень важно чтобы это очень важный момент когда предприниматель получает обратную связь обратная связь она может быть и по оценке качества обслуживания она может быть по работе сотрудников она может быть по каким-то моментом в интерьере заведения будь то ресторан салон красоты или как какой-то магазин вот поэтому в любом случае обратная связь которая поступает через сотрудников она далеко не всегда доходит до предпринимателя до собственника бизнеса и если доходит то очень часто в исковерканном виде вот потому что зачастую это обратная связь она касается и самих сотрудников тех которые работают в вашем бизнесе поэтому крайне важно чтобы обратная связь от клиентов шла именно напрямую к предпринимателю немножко хочу рассказать и самое важное как в юдс настроены отзывы и знать чуть-чуть еще вернусь назад почему вообще важно поддерживать контакт с клиентом вы наверное все понимаете что если не будет клиентов в бизнесе то смысл бизнеса в принципе теряется поэтому клиент это самая важная составляющая в нашем бизнесе и именно поэтому нужно поддерживать с ним постоянный контакт особенно с постоянными клиентами с лояльными клиентами которые любят вашу компанию и готовы говорить правду и во вторых поддерживать контакт да и получать обратную связь так как же устроены отзывы внутри юдс давайте посмотрим во первых очень важно понять что юдс это единственный сервис в котором есть фильтр отзывов и предприниматель может конкретно смотреть положительные то есть есть градация по количеству звезд и предприниматель может конкретно посмотреть все положительные отзывы все отзывы на четверочку на на двоечку и на единичку и уже соответственно с ними отработать ясно ясно понятно что отрабатывать нужно обязательно отрицательные отзывы какой-то негатив с ним нужно работать очень тщательно и быстро отзывы которые несут позитивный характер их можно выкладывать в интернет можно благодарить премьировать сотрудников с помощью них и так далее на что вашей фантазии хватает так вот отзывы в юдс они не накручены то есть если мы возьмем какой-то отзыве к любой на котором мы хотим узнать что-то о компании в которую мы собираемся пойти то вы можете увидеть абсолютно разные отзывы где-то написано что супер вдруг другом отзыве про эту же компанию написано что все плохо вот так вот в юдс отзывы не накручены то есть в нашей в нашем софте оставляют отзывы только клиенты которые пришли в бизнес что-то приобрели ну условно говоря в салон красоты на мойку в магазин это тот клиент который пришел получил или еще не получил бонусную карту который что-то купил и после этого оставил отзыв то есть невозможно зайти с какого-то сторон стороннему человеку какому-то который не сделал покупку не получил у вас услугу и ставить какой-то отзыв и знаете здесь такой очень тоненький психологический момент он кстати относится к пункту про оплаченный что когда человек получает услугу но мы с вами говорим о бизнесе который процветает и о котором заботится предприниматель то я как клиент если оставляю в бизнесе деньги то есть я приобретаю что-то получаю услугу и мне это нравится мне очень непросто будет написать негативный отзыв ну либо я такой человек должен быть которого подкупили сказали вот давай напиши негативный отзыв и все вы прекрасно знаете что есть такие люди которые делают это за деньги так вот внутри юдс это не так просто сделать скажем так отзыв правдивый то есть непосредственно оставляет человек именно то что он чувствует то что он видит это что он получает и это далеко не всегда может быть положительный отзыв он может быть также отрицательным но осознавая тот факт что мой отзыв мой как клиента увидит предприниматель я напишу правду и вот лично я такой клиент я всегда в любом случае хорош хорошая услуга не плохая как у меня обслужили я всегда оставляю отзыв и даже если он плохой я этим самым желаю добра предпринимателю чтобы он поработал над своими ошибками и исправился оплаченный это вот я как раз уже обозначила чуть выше то есть прежде чем оставить отзыв человек платит за услугу и только потом и напрямую собственнику это крайне важный момент потому что повторюсь и не раз еще возможно сотрудники не доносят информацию клиенты стесняются оставлять клиенты может быть боятся что как-то к не следующий раз не так отнесутся и все мы прекрасно знаем что довольный клиент он уводит приводит троих эта статистика это просчитанная формула до приводит троих новых клиентов ваш бизнес а недовольный клиент уводит десятерых то есть вспомните даже себя если что-то плохое произошло в момент покупки или обслуживание вас вы об этом начинаете рассказывать мы начинаем снимать stories рассказывать как здесь все не очень и намного реже мы делимся чем-то хорошим вот поэтому тут такой момент для чего отзыв предпринимателю возникает такой вопрос то есть бывает общаешься с предпринимателями они города я всех клиентов своих знаю я знаю что у меня происходит в бизнесе но это реально физически невозможно знать все что происходит в вашем бизнес потому что когда-то предприниматель уезжает в отпуск когда-то он может болеть когда-то он может уехать грубо говоря за товаром еще какие-то моменты и он не видит того что происходит в бизнесе особенно часто я с этим сталкиваюсь в ресторанах либо в кафе когда собственника нет в зале нет в ресторане это сразу заметно бывает вот и я хочу с вами вот в данном слайде поговорить об ltv и я думаю что вы уже знакомы этот термин сейчас очень часто встречается я хочу чтобы вы если не знакомы обязательно изучили термин проще говоря ltv это показатель прибыли которую получает бизнес за все время контакта с клиентом это любовь любовь клиента которая трансформируется в деньги то есть давайте пример а абсолютно простой чтобы было понятно допустим я хожу я клиент у вас бизнес салон красоты я хожу к вам на маникюр я делаю это один раз в три недели соответственно можно посчитать сколько я вам принесу за год денег да допустим у вас услуга стоит полторы тысячи маникюр с покрытием и я хожу раз в три недели можно разделить все количество недель за год на количество посещений моих и вы получите за вычетом каких-то затрат да вы получите ту сумму которую я стою вашем бизнесе то есть как клиент и представим себе такую ситуацию если я осталась недовольна чем-то и у меня нет возможности рассказать предпринимателю что мне не понравилось как делают кто-то или то-то или в принципе да мне не понравился мастер и у меня нет возможности не буду же до жалобную книгу просить это прошлый век уже какой-то и допустим нет меня меня не спросил администратор все ли хорошо у меня нет просто или просто я застеснялась но я с удовольствием бы поделилась предпринимателем все я могу просто молча прекратить ходить в этот салон просто молча потому что салонов много конкуренция очень высокая практически во всех бизнесах и я просто уйду в другой салон и предприниматель меня потеряет а он даже не узнает причину почему он меня потерял по какой причине он даже если он даже не ведет учет клиентов что позволяет данный софт делать и видеть как часто и насколько часто ходит клиент и вдруг почему-то он перестал ходить то через софт юдс можно сконтактировать с данным клиентом и понять почему то есть даже если я постеснялась есть возможность составить отзыв я могу его не оставить и предприниматель может со мной связаться достаточно мне будет поставить две три четыре звезды и предприниматель может со мной связаться и спросить у меня екатерина почему вы перестали к нам ходить и я тогда уже естественно предпринимателю расскажу всю правду отзывы здесь немного я расскажу о том как какие отзывы бывают как именно это устроено в юдс и как с этим можно работать очень классная фишка я считаю я пользуюсь у меня у всех моих предпринимателей у всех моих клиентов она настроена это автоответ и автоответ это мгновенная реакция на оценку качества обслуживания то есть быть довольно часто могли с этим столкнуться именно именно в такси например когда человек проезжает то есть когда вы так секунду когда вы совершили поездку вам тут же выскакивает оценка качества обслуживания вы можете оценить таксиста вот здесь можно здесь тоже самое у нас также настроена то есть в момент того как я совершила покупку мне выходит шкала пятизвездочная и я уже могу оценить и эти автоответы я намеренно здесь не при не привожу примеры я вам сейчас расскажу но я не не сделала скрин не показываю как это настроено в моих компаниях по одной простой причине потому что это должно идти от вас от от души от сердца как от предпринимателя как вы считаете вам нужно общаться со своими клиентами например у меня в бизнесах настроена ну моих бизнес там у меня сколько больше двадцати клиентов у них настроена так то есть на оценку 5 не нужно просто писать благодарим вас мы были очень рады и все то есть данное сообщение она в принципе дает вам возможность уже установить контакт то есть каждом в каждой оценке вот давайте начнем с пятерки меня написано благодарим вас за то что вы нас оценили что вы к нам пришли и в конце мы задаем вопрос а вы знаете что нас можно рекомендовать друзьям и получать за это бонусы то есть человек ставь ставь ставит пятерку ваш клиент ему приходит в буквально в течение нескольких минут сообщение что его поблагодарили ему это приятно он может оценить написать что-то что все хорошо все супер и да я знаю что можно рекомендовать либо многие клиенты которые читают push уведомления они пишут просто нет я не знаю и тогда уже тогда уже начинает с этим работать либо сам предприниматель либо администратор либо тот человек который вас отвечает за за контакт с клиентом тогда можно уже будет отправить следующее сообщение но от руки и в котором будет расписано благодарим вам что откликнулись на наш вопрос ответили на наш вопрос и чтобы получать копить баллы и нас рекомендовать нужно сделать то 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 есть пошагово мы расписываем зайдите туда нажмите на эту кнопку перейдите туда и вот такой путь клиента на оценку 4 я здесь предлагаю вообще подключить юмор потому что юмор это прекрасная возможность установить более теплые лояльные отношения с клиентом допустим когда нам ставят четверку мы пишем благодарим вас за оценку но видимо нам есть над чем работать пожалуйста поделитесь расскажите что нам улучшить чтобы вы поставили нам 5 все опять вопросом то есть мы признаем что да где-то мы некачественно сработали но мы готовы измениться и доработать чтобы нам клиент поставил 5 иногда клиенты пишут все супер я просто не ну промахнулся и нажал не на ту звездочку бывают и такие моменты на оценку 3 мы пишем следующий момент видимо все плохо и нам нужно срочно исправляться очень вас просим поделитесь пожалуйста что нам нужно изменить чтобы вы остались нами довольны все на оценку 2 вдруг если вам поставили что крайне редко побывают в классных бизнеса мы пишем о боже это фиаско нам поставили две звезды нам нужно срочно что-то сделать то есть но такие вот веселые моменты можно именно в автоответ ну или на единицу там просто просто уже включайте фантазии думайте как вы будете выкручиваться и довольно часто клиенты когда мы отвечаем вот автоответом да клиент пишет тут же обратную связь и можно тут же отработать то есть у предпринимателя всегда есть собой мобильная версия либо веб-версия и он тут же видит когда к нему приходит сообщение в этот же момент я я люблю знать такой пример приводить допустим предприниматель катается где-то в горах на лыжах или отдыхает где-то на острове и он видит что происходит в его бизнесе представляете как круто вы предприниматель вы в отпуске и тут вам приходит пуш уведомления что екатерина аксёнова была в вашем салоне поставила вам четверку и написала что ей очень долго несли кофе вы в этот же момент можете позвонить свой ресторан либо написать мне сообщение как клиенту екатерина простите мы исправимся хотим вам подарить десерт бесплатно чтобы вы в следующий раз к нам обязательно вернулись вот так вот можно до отработать и что я еще рекомендую обязательно под каждым авто ответом пишите что администрация компании либо данное сообщение увидит только собственник поэтому пишите честно откровенно вот вот такой момент учтите что лучше подписаться потому что не все клиенты понимают что данное сообщение дойдет напрямую собственнику негативные возражения негативные отзывы это работа с возражениями и тоже могу привести пример допустим у меня такое часто бывает не часто но бывает есть очень классный пример у нас есть партнер сабир у него он собственник бара в тюмени бар селинджер и он однажды с нами в чатах рабочих делился таким такой длинной перепиской когда постоянная постоянная клиентка написала вот такую петицию сказала что все плохо охранники вели себя недостойно ну то есть вообще полный раздрай она была крайне довольна и сабир тут же отработал и сабир тут же отработал данный момент он попросил рассказать что именно было не так клиентка ответила то есть в тот момент когда она была на на пике эмоциональном и она готова была разнести там все сабир тут же начал эту ситуацию менять и в итоге через пять сообщений по моему вот такой длинной переписки клиентка то есть сабир естественно сказал да мы признаем вину это очень важно признать свою вину конечно же мы из исправимся подскажите чтобы вы хотели видеть как нам измениться и человек с удовольствием делится потому что он понимает он чувствует что с ним разговаривает собственник компании и он это делает реально от души так вот за негативные отзывы можно начислить человеку баллы можно добавить какие-то бонусы вот в данном случае я с собой привела пример можно предложить бесплатный десерт какой-то маленький приятный подарочек то есть здесь уже в зависимости от вашего бизнеса от того как вы хотите контактировать насколько вы готовы быть щедрым вы уже даете отрабатываете вот эти возражения это опять-таки к вопросу о том что недовольный клиент уводит из вашего бизнеса многих и вы знаете периодически с друзьями мы ходим в какие-то заведения и допустим если где-то какой-то косяк косяк то мы прям отмечаем хэштегом снимаем stories и если компания следит за тем что происходит в инстаграм что происходит в обратной связи то они тут же отрабатывают а есть компании которые не работают с этим у меня кстати был случай однажды в празднике сбербанк взял банкомат взял у меня деньги и и все и на карту он них не зачислил то есть платеж завис и я осталась просто без средств именно в праздничные дни я сняла stories от меня отметила сбербанк и они мне ответили но наверное может быть через сутки или через там несколько часов но ответили но все это время я была в негативе то есть ничего хорошего позитивные отзывы с ними тоже обязательно надо работать не нужно знаете садиться позу лотоса и кайфовать от того что какой я классный какой у меня крутой бизнес и у меня все круто работает обязательно данными позитивными отзывами нужно делиться в соцсетях в инстаграм в контакт там где вы ведете свои странички на сайте обязательно до отзывы довольных клиентов и очень важный момент о котором многие не знают либо забывают это тоже статистика то есть если взять вашу клиентскую базу и проведен был данный такой опрос да то 70 процентов ваших клиентов они будут готовы вас порекомендовать если вы их об этом попросите поэтому не стесняйтесь пожалуйста если вы получили позитивный отклик отзыв напишите этому клиенту мы благодарим вас и мы будем признательны если вы нас порекомендуете то есть не спасибо до свидания а именно мы будем очень рады сформируйте этот этот запрос до клиенту на его отклик и напишите как то есть мы были бы вам признательны если вы нас рекомендовали или клиент спросит да я готов как это сделать все такие примеры тоже есть вот дальше как получить отзыв то есть вот это как раз таки из разряда как попросить но еще не теплый клиент это еще не тот человек который что-то сделал то есть можно размещать например push уведомлениях в юдс их можно отправлять до 8 в месяц можно размещать такую новость например что мы готовы начислить баллы за то что вы нас оставите отзыв на сайте оставите отзыв соцсети либо внутри приложения мы уже потом разместим этот отзыв дальше проводить какие-то конкурсы среди клиентов есть клиенты которые очень любят такие мероприятия такие фишки и они с удовольствием им нужен дух соревновательный то есть этот дух соревнования нужно поддерживать и знаете один лояльный клиент который может быть не часто вас покупает но он очень любит вашу компанию очень часто ходит он может вам привести столько своих друзей и родственников и всех кого угодно которые тоже станут лояльными клиентами они будут генерить в вашем бизнесе прибыль это очень классная тема что мне еще очень нравится и нравится моим клиентам что благодаря юдс благодаря этому софту и настройки от отзывов и откликов и сообщений да каждый клиент становится вашим тайным покупателем и когда я провожу обучение сотрудникам по данной программе я всегда говорю друзья с этого момента может быть это вам будет не очень приятно но каждый клиент он может оставить отзыв и об этом узнает только ваш собственник то есть ну если человек вы если ваш сотрудник любит бизнес и он не просто ходит за за клад работать к вам а он именно готов внести какую-то лепту он будет стараться и и для него не не страшно это потому что не всегда же бывают негативные отклики от сотрудников я допустим часто говорю было мне было бы приятно оставить вашему собственнику отклик чтобы он допустим вам премию заплатил чтобы классный сотрудник вы очень внимательно вы вы классно работаете вы хорошо обслуживаете меня вот то есть такие тоже моменты бывают и очень классная фишка смотрите кстати у нас в юдс может быть не только в моменте до когда вы получили услугу или что-то купили оценили звездочки допустим я мама с ребенком мне некогда сейчас писать что-то подробно расписывать я могу прийти домой и если у меня есть уже бонусная карта ну не только прийти домой имею ввиду когда у меня появится время и у меня уже есть электронная бонусная карта вашей компании то я могу вам просто написать сообщение как собственнику и вы тоже это увидите то есть в сообщении я могу уже расписать что именно мне не понравилось чем именно я недовольна вот как раз переход от от прежнего слайда то есть персонал должен говорить клиентам что можно оставить отзыв это уже зона ответственности предпринимателя вы можете замотивировать сотрудников вы можете использовать любую стратегию кнута или пряника но вы собственники вы управляете своим бизнесом и вы решаете как данный вопрос нужно урегулировать либо вы это в приказном порядке либо вы просто договариваетесь либо вы мотивируете своих сотрудников но персонал обязательно должен эту информацию доносить до клиента на автомате просто замечали на супермаркетах на кассе кассиры они как роботы уже одно и то же и на заправках они одно и то же говорят то есть ваш персонал допустим если хорошо меня обслужил девушка консультант она может сказать и кассирина если вам все понравилось я была бы рада если бы нам оставили отзыв мне вообще не трудно но меня попросили я сделаю а если меня не попросили я не сделаю ну то есть вот такой момент видеть слышать говорить со своими клиентами это очень важно это то с чего мы с вами начинали и я думаю что за время нашего общения вы поняли почему это так важно и тот человек это вообще тренд понимаете тренд быть в контакте тренд быть человечным что значит человечным то есть не быть роботом который не общается очень неприятно когда хочется позвонить или оставить отклик это я про себя сейчас говорю и про моих друзей но нет такой возможности с собственником либо с управляющим компанией с лицом который принимает решение связаться и даже через негативный отклик принести пользу бизнесу это ну я просто улыбаюсь и всегда думал боже ну вы могли бы быть намного лучше если бы вы дали возможность мне вам рассказать что можно сделать вот поэтому если вы видите что происходит в вашем бизнесе если вы слышите клиентов иногда можно получать обратную связь но никак с ней не работать это называется слушать а важно именно слышать своих клиентов что они говорят и я всегда предпринимателям говорю ваши клиенты это не вы у них абсолютно другое мышление они в ваш бизнес приходит вы его организовали и они под они другие люди они по-другому думают а многие предприниматели думают что все их клиенты они вот так же все быстро понимают они также реагируют и у них такое же мышление нет это очень большая ошибка я с ней очень часто сталкиваюсь когда предприниматель думает что его клиенты все также понимают как он поэтому и важно именно реагировать важно поддерживать контакт со своими клиентами говорить с ними общаться и делать это по-человечески от души потому что сейчас никого не не удивишь уже каким-то может быть товаром продуктом сервисом я имею ввиду сервисом вот в таких технических моментах сейчас можно удержать своих клиентов именно человечностью людям нравится человеческое отношение просто просто человеческое отношение и вы знаете когда вы будете придумывать как собственник бизнеса какие-то идеи как написать автоответы какой конкурс сделать вы соберите фокус группу может быть это будут ваша семья ваши дети это еще зависит от того какая вас целевая аудитория вы можете даже среди своих клиентов провести социальные вопросы спросить а как вы хотите понимаете вот даже такое можно пуш уведомления отправить с вопросом а как чтобы выходить назовите пять вещей которые вы хотели бы улучшить в нашем бизнесе и мы вам за это подарим бонус ну там 100 200 300 500 баллов вот поэтому это очень важный момент и я хочу чтобы вы это помнили и знали на этом моя презентация закончилась я думаю что было вам полезно и хочу вас сориентировать завтра то есть у нас была неделя такой такой марафон мы рассказывали о фишках о том как важно и что нужно применять и завтра у нас будет такое заключительное мероприятие маркетинговый fashion практику обратите внимание что он не как все мероприятия будет в 12 а именно в 14 по москве и на практику на практику вы получите выжимку просто такую реальную информацию из реальных рабочих бизнесов с кейсами как именно поэтапный получите технологию как поэтапно построить систему fashion бизнесе которая приводит к росту продаж и завтра с вами на связи будут ребята собственники бизнесов чей бизнес уже добился таких результатов и они будут делиться прям изюмом тем что работает точно и обязательно приходите я вам обещаю не гарантирую но я вам обещаю что в любом случае хоть что-то полезное но вы возьмете для своего бизнеса поэтому обязательно будьте смотреть спрашивайте ссылку на данное мероприятие у своих людей кто вас сюда пригласил обязательно и мы вас ждем а это мой инстаграм пожалуйста подписывайтесь задавайте мне вопросы буду рада вас видеть буду рада новым подписчикам и в шапке моего профиля топлинке есть ссылка на мой youtube канал где вы можете посмотреть видео кейсы моих клиентов довольных вы можете посмотреть еще какую-то полезную информацию как я работаю со своими предпринимателями буду рада новым подписчикам так все я нажимаю на остановку записи и немножечко еще могу вопросов екатерина можно после